Опасная бритва производителя Вильям Эллиот Американка немецкого происхождения Сделана в Германии для американского рынка А именно для Филадельфии Вильям Эллиот это старый производитель из Нью-Йорка Работал с 1880 по 1907 годы После этого торговую марку Вильям Эллиот & Co Выкупила, ну как выкупила, права на нее получила Компания Штрауса Это еще один немец, он тоже был из Нью-Йорка И он тоже делал бритвы для американских производителей На оборотной стороне бритвы Можно видеть, что она сделана из так называемой серебряной стали Для сапли, сапли из Филадельфии Это был еще один американский производитель Он делал ножи, топоры И вот для него Штраус, второй владелец марки Эллиот Делал опасные бритвы Бритва такой типичный американец немецкого происхождения Достаточно деликатно бреет Может быть немножечко агрессивно, как и все немцы Но при этом деликатно Выборка у нее между половиной и четвертью Это скорее ближе к четверти, наверное Она сделана из поющей стали, но немножечко глуховато Как раз в основном из-за выборки То есть стали достаточно много Параметры бритвы я сейчас укажу Рядышком здесь, как всегда Здесь почти 6 восьмых Выборка на четвертью Кромка чуть длиннее обычной То есть тут где-то 7,5-7,6 сантиметра Ну и плюс сама бритва, она такая достаточно массивная В руке лежит удобно Вот, ручка полностью новая у бритвы Это красный пластик Ручку я делал сам с ноля Потому что старая не сохранилась Пины стоят не зельбировые Вот клинышек здесь черный полностью Черный клинышек тоже из пластика Вот Бритва полностью вычищена Она разбиралась, естественно Нижних насечек не имеет Внутри все чисто Ни коррозии, ни грязи, ничего нет Полотно в принципе тоже в неплохом состоянии Вот можно видеть кромку Она достаточно узенькая получилась Есть лишь пара пятнышек Таких вот следов времени Но на кромку они не выходят С этой стороны тоже самое Вот Хорошее состояние Такая небольшая загнутость Кверху у носика есть Но бриться должно быть удобно Поэтому вот как новичку Так и бывалому пользователю В принципе могу смело рекомендовать Интересные бритвы Я сам американки собираю Хорошо бреют, приятные Так и покажу как проходят Тесты на волос А ну да По годам производства Эта бритва сделана Где-то между 1907 и 17 годом Скорее всего Потому что Сам Элит делал их С 80 по 907 С 1880 А Штраус их делал С 1907 по 1818 год Ну это бритва Скорее всего Штраус Потому что тут По дизайну клинка Самого По самым разным Характеристикам Видно что Но она такая Более свежая Это уже 20 век Вряд ли 19 Хотя Все может быть По этим старым Производителям Иногда тяжело Найти точную информацию Кто в какие годы Клинки С каким дизайном Делал Вот На клемме Кстати еще Можно видеть Стоит Порядковый номер 21 Вот И надпись 6 восьмых Это размер Вот Но бритва Немножечко Уже чем 6 восьмых Так И покажу Сейчас тест На Распуск волоса Волос длинный Возьму Чтобы по всей кромке Показать Можно было Так Фокусируйся Видно? Да Я зацепился И Распускаю Вот так Давай еще раз Волос тоненький На тестах Можно слышать Что она Немножко звонкая Как вот Все немки Из такой Поющей стали Должно быть Слышно Но при этом Я же говорю Брить Должна Достаточно Деликатно Тут сталь Такая В меру Твердая Точилась Достаточно Долго Чуть дольше Чем обычной бритвы Но я думаю Заточку Будет подольше Держать Вот Классическая Клинковая бритва Не прибавить Не убавить Все Спасибо за субтитры